Пенсионеры – категория людей, которые еще с советских времен славятся своей дисциплинированностью, голосуют на выборах и справно платят за коммунальные услуги. Карантин поставил перед ними серьезную дилемму. С одной стороны, пожилых людей просят поменьше появляться в публичных местах, так как они – группа риска заболевания коронавирусом. С другой – они не привыкли быть должны. Кто-то, несмотря на угрозу COVID-19, идет в банковские отделения. Кто-то просит детей платить тарифы. А кто-то освоил онлайн-технологии. Добрый день. Скажите, а вы коммунальные услуги оплачиваете на период карантина? Собираетесь оплачивать? Ну, да. А каким образом? Лично или попросите кого-то онлайн? В интернете. Через интернет. Через интернет оплачиваете? Да, да. Через банкинг, да. Ну, я продвинутая бабушка, поэтому я через интернет оплачиваю. Не только из-за карантина. Вообще так удобно. А вы коммунальные платежи во время карантина будете оплачивать? Я заплатила. Да. А вы лично платите детей? Просите удаленно онлайн? Сама. Я сама. А знаете, что просили не собираться лично, не платить людей старшего поколения в связи с карантином? А чего же я потом, что я буду? Скажите, а вы оплачивали коммунальные услуги на период карантина? Да. А где оплачивали? В отделении непосредственно? Ну, вот. Ну, невестка передала. Получили облабление. И уже получили. То есть невестка ходила оплачивала, правильно? Да. Мы оплачиваем, потому что мы знаем, что мы сделаем это долги для себя. А чтобы нам было легче платить, мы лучше отдадим все, но будем без долгов. Знаете, что ж пеня не начисляется на период карантина и потом еще на 30? Я прекрасно понимаю. Но мы решили, да, мы решили, что мы лучше будем чем-то себе откажем, но это все проплачиваем. Здравствуйте. Телеканал «Репортер». Скажите, а как вот на период карантина? Вы оплачиваете коммунальные услуги? Ну, конечно, оплачиваем. Вы знаете, что просили людей старшего поколения, чтобы они не ходили, не собирались в этих учреждениях? Ну, конечно, ну, мы все-таки, как, желательно заплатить. Мы должны заплатить все равно. Мы не можем, чтобы, нет, дочка придет заплатить или сын заплатит. Обязательно заплатим, потому что нам не надо, ну, чтобы... Долги кабинет. Долги, да. Людей в возрасте, не плачущих сейчас за коммуналку, наша съемочная группа так и не встретила. Хотя кабинет министров официально разрешил на время карантина не рассчитываться с поставщиками услуг. И даже на период в 30 дней после него. Пини, штрафов, неустойки или иных взысканий постановление не предусматривает. Есть период после окончания карантина, 30 дней, для того, чтобы в спокойном режиме выйти в ту же кассу, в то же предприятие, которое предоставляет коммунальные услуги, и оплатить, не создавая толкучку и не создавая угрозу для своей жизни и для жизни тех лиц, с которыми они будут находиться потенциально. Каждый из нас может быть носителем. На данный момент в Одессе функционирует та же система ГЕРЦ, которая уже функционирует много лет и которая позволяет удаленно оплачивать услуги коммунальные. Плюс многие банки практикуют также оплату коммунальных услуг через их внутренние ресурсы. Причем норма об отсутствии штрафов императивна. Постановление не содержит никаких лазеек для начисления дополнительных платежей. А вот по истечении 30-дневного срока после карантина уйти от ответственности уже не получится. Да и старые долги придется гасить. Эти, скажем, недоплаченные коммунальные платежи нигде не установлено, что государство будет компенсировать. То есть все время ложится непосредственно на того человека, который не оплатил. Но мы говорим сейчас о том, что на период карантина, скажем, сделан такой льготный период, за этот период не будет начисляться пеня. Уже по истечении 30 дней после окончания карантина будет начисляться пеня уже в полном размере, но без учета вот этого льготного периода. Поэтому и представители власти, и медики просят категорию людей 60+, воздержаться от личных походов в публичные места для оплаты коммунальных услуг. Ведь никакие финансовые санкции за просрочку им не грозят.